Вы мне напомнили, конечно, были. Мой ребенок пострадал, потерял сознание, вызвали скорую, у него оказались гематомы. Поэтому мы проходили 10 курс лечения не амбулаторно, мы лежали в стационаре. Поэтому я еще прошу, чтобы мне возместили все деньги, которые я потравила на лечение своего мальчика. Это единственное желание Ваше? Нет, это может быть первостепенно, чтобы мне оплатили в силу сумму полностью за лечение моего ребенка. И, конечно, я не хочу, чтобы он не учился больше в одном классе с моим сыном. Ну, вроде бы, я не знаю, что я смотрю, вы предъявляете риск еще в 1500 долларов. За что? И на каком основании? Ну, те лекарства, которые я потратила. Во-вторых, ребенок в 10 дней находился на лечении в стационаре. Плюс после того, он еще две недели находился дома, у него часто и головные колли. Он отстал от учебного процесса. Я наняла репетитора, чтобы оплатить их. Вот из этого сумма и вышла. И то, это еще не последняя сумма, которую я сейчас предъявила. Неизвестно, что еще будет дальше. Может быть, пойдут последствия. Он также будет страдать головными болями. Я вынуждена буду опять обратиться к врачу. Плюс нанимать репетитора, потому что он не сможет находиться на занятиях. Я буду заниматься с ним индивидуально. Поэтому сумма может вырасти. То есть, с полторы до... Это ваше видение вашей проблемой, да? Это и проблема, извиняюсь. Тогда мы перейдем к Анатолию Ивановичу. Пожалуйста. Ну, я считаю, что, да, сын причинил вред здоровью мальчику. Ну, я думаю, что это нормальная ситуация. Что, они маленькие, мы все в детстве были, дрались, ничего страшного такого нету. И я думаю, на основании переводить его из другого в другой класс вообще нету. Они уже... Столько времени прошло, сейчас начали ходить в школу. Они без проблем, нормально. Я у него спрашивал, они уже вместе играют, они уже дружат, нормально, без проблем. Конфликтов у них нету, они же дети. Они тут же подрались через два дня, они уже помирились, что вместе бегают, играть. Не проблема. По поводу суммы такой, я понимаю, что причинен вред здоровью. Они испытывали и физическую боль, может быть, моральный ущерб, какой-то там имеется. Я тоже советовался с юристом. В общем, мне объяснили, что в данном случае уголовная ответственность не наступает, поскольку мой сын не причинил тяжкого вреда здоровью. В административной ответственности имеет место, ну, поскольку он несовершеннолетний, ему нет еще до 14 лет, ответственность возлагается на родителей в этом случае. Ну, соответственно, штраф. Штраф в размере полутора тысяч. Поэтому я предлагаю штраф, когда говорится, может быть, потому что это для моей семьи неподъемная сумма. Я единственная работа, у меня жена в декретном отпуске, второй ребенок у нее тоже. Поэтому наш семейный бюджет не позволяет оплатить такой штраф. Если человек принципиально настроен на то, чтобы исчистить и все, я лучше штраф заплачу, день перезайму и прочее. Ну, а насчет кого-то компенсации и вреда, я думаю, мы можем договориться, но не в такой сумме, однозначно не в полторы тысячи. Меньше. То есть вы согласны на лечении Саши, увидеть энную сумму, которая будет использована для декоментов? Да, вот 200 долларов. Есть у меня? Нет, больше не будет. 200 долларов. Ну, мы антендуем на главный вопрос. То, что вы... Представитель старшей лейтенанной полиции. А, я отлично против того, что мы участвовали. Все, теперь... Эээ... Ха-ха-ха-ха-ха.